В июле мы рассказывали, что актёрам Брайану Дилейне и Кортни Тейлор пришлось озвучить аж 13 тысяч строк диалогов для Fallout 4, и на это у них ушло целых два года, причём речь тогда шла конкретно о репликах женского и мужского вариантов главного героя. Было само собой понятно, что остальной озвучки в игре будет в несколько раз больше, но вот насколько? Представители Bethesda объявили, что процесс озвучки завершился только пару дней назад, и за всё это время актёры прочитали 111 тысяч строк текста. Это больше, чем все реплики Skyrim и Fallout 3 вместе взятые. Интересное, кстати, совпадение — строк 111 тысяч, и убежище в четвёртой части имеет номер 111. Самое эпичное приключение в мире постапокалипсиса, если вы не забыли, начнётся 10 ноября. Warner Bros. наконец-то доделала долгожданный патч для PC-версии Batman Arkham Knight. Обновление весом 626 мегабайт уже доступно тем, кто купил игру в Стиме. «Святые угодники! Только что установил патч, выставил всё на максимум и включил все эффекты. Лишь 4 гигабайта из 6 в моей 980T используются. Стабильные 60 кадров в секунду. Один раз во время езды показатель упал до 55, но в остальном всё невероятно плавно», — говорит один из игроков. Тем не менее, не все с ним согласны. По утверждению других пользователей, ничего на самом деле не изменилось. Игра, по их словам, как была неиграбельной, такой и осталась. Впрочем, этот патч, по словам разработчиков, не завершённый. Будут ещё апдейты, поэтому продажи игры возобновлять пока не спешат. BBC опубликовала первый трейлер The Game Changers — того самого фильма, сюжет которого рассказывает о скандале вокруг GTA — историческом судебном разбирательстве между студией Rockstar Games и Джеком Томпсоном. Главную роль в The Game Changers, или по-русски «переломном моменте», исполнил Дэниел Рэдклифф. Он играет президента и одного из основателей Rockstar — Сэма Хаузера. Суть судебного разбирательства заключалась в том, что юрист Томпсон требовал запретить свободную продажу GTA, обвиняя авторов в оправдании жестокости и популяризации насилия. Его роль досталась Биллу Пэкстону. Любопытно, что сама Rockstar добро на съёмку этой картины не давала и даже подала на BBC в суд, считая, что та нарушает права студии. Однако самого судебного процесса ещё не было, исковое заявление было подано лишь весной, и все эти тяжбы, как обычно и бывает, будут длиться ещё не меньше года. Поэтому в данный момент BBC имеет полное право выпускать этот фильм, а в будущем, не исключено, заплатят за него приличный штраф. В Великобритании 90-минутная лента увидит свет уже через неделю, 15 сентября. В кинотеатрах показов не будет. Между тем, компания 20th Century Fox решила снять фильм по мотивам игровой серии Mega Man, существующей с 1987 года. Первую её часть Capcom выпустила на консоли NES, и с тех пор вышло ещё девять номерных частей. Последняя увидела свет в 2010-м на PlayStation 3, Xbox 360 и Wii. Номерная серия состоит исключительно из классических платформеров с олдскульной графикой, но есть ещё неисчислимое множество ответвлений, выполненных и в 3D. А буквально пару недель назад в Steam, а также на PS4 и Xbox One появился сборник Mega Man Legacy Collection, в который вошли шесть самых первых игр франшизы. Capcom даже перевела сборник на русский. 20th Century Fox занимается экранизацией вместе со студией Чернин Энтертеймент, которая была ответственна за создание двух последних планет-обезьян, фантастического боевика Oblivion и драмы о пророке Моисеи «Исход цари и боги». Актёрский состав, режиссёр и сюжет пока держатся в тайне. В Голливуде далеко не всегда собравшие хорошую кассу фильмы считаются успешными. Так, например, «Мстителей 2. Эра Альтрона», заработавших почти полтора миллиарда долларов при бюджете в 250 миллионов, руководство Walt Disney воспринимает как полный провал. Причина в том, что компания рассчитывала на большую прибыль и более высокие рейтинги. И, как считается, именно этот провал обострил внутренние противоречия внутри Marvel и позволил президенту Marvel Studios Кевину Файге потребовать полной автономности от одного из руководителей Marvel, Айзека Перлмуттера, контролировавшего процесс создания всех продуктов компании, в том числе и фильмов. Кроме того, это спровоцировало распуск так называемого Творческого совета Marvel, который занимался разработкой стратегии продвижения всей линейки продуктов компании. Теперь из-за неоправданных ожиданий от «Вторых мстителей» глава Marvel Studios будет подчиняться напрямую руководителю Walt Disney Studios Алану Хорну. 5 сентября 1977 года был запущен космический зонд Voyager 1 — одна из самых удивительных автоматических межпланетных станций. У этого космического путешественника странная судьба. Немалую роль в ней сыграли ученые СССР. Зонд стартовал изначально с конкретной задачей — изучить Юпитер и Сатурн. В 1980 году он передал последние снимки планет, после чего оказался по сути не удел. В НАСА раздавались голоса, что на зонде можно ставить крест, прекратить за ним наблюдение, пусть летит куда захочет. Скорее всего, так и было бы, если бы не статья в научном журнале советских ученых Баранова, Краснобаева и Куликовского. Речь шла о солнечной плазме — потоке заряженных частиц, которые вылетают из нашего светила. Этот солнечный ветер движется со сверхзвуковой скоростью. По мере удаления его плотность падает. Ученые рассчитали границу, где солнечный ветер практически затихает. Этот рубеж называется гелиопаузой. Дальше начинается межзвездное пространство, где совсем иная среда — плазма инозвездного, а не солнечного происхождения. И вот «Вояджер-1» достиг этого самого рубежа. Правда, речь не идет о выходе зонда за пределы солнечной системы. И это граница, где силы гравитации Солнца равны нулю. До нее зонду надо пролететь расстояние в восемь раз больше, чем он преодолел на сегодня. Для такого подвига ему потребуется примерно 300 лет. Но способен ли он в принципе путешествовать еще 300 лет и выйти из-под влияния Солнца? Кто знает. Во всяком случае, его живучесть поражает даже специалистов. Он не просто пронизывает космос с его суперэкстремальными условиями, в частности, по температуре и радиации, но и умудряется постоянно сообщать всю новую информацию. Хотя все датчики давно вышли из строя, но осталась антенна радиоволнового диапазона. По частоте ее излучения ученые и судят, что происходит с зондом и в какой среде он летит.